Надо отдать должное филигранному мастерству солистов оркестра и, безусловно, Михаилу Щербакову, который на редкость гармонично объединил импровизационность, свободу высказывания с железной логикой классической формы. Попасть на страницы музыкального обозрения – мечта любого исполнителя. Симфонический оркестр Самарской филармонии недавно удостоился этой чести. За выступление в Москве столица рукоплескала гостям с берегов Волги. И Москва не единственная. Музыкантам Самарской филармонии аплодировали в Германии, Испании, Тунисе, Китае. Стремительный взлет и грандиозные победы на музыкальном поприще пришлись на 90-е, когда у руля коллектива встал маэстро Щербаков. Сегодня оркестр носит почетное звание «Академический», которого удостоился в 1993-м. Это музыкальная визитная карточка города, а высокая оценка в федеральных изданиях тому подтверждение. Коллектив всегда стремился заявить о себе на всю страну. Обратить внимание на оркестр, который достойно представляет Самару в Москве, может также достойно представлять за рубежом и содействовать тому, чтобы имидж Самарской области, авторитет Самарской области возрастал. Самарская жизнь должна быть представлена за пределами Самарской области многогранно. Заслуженный деятель искусств, народный артист России, Михаил Щербаков возглавляет оркестр с 1991 года. Вспоминает, путь к музыкальной славе был невероятно трудным и захватывающим. Впервые за скрипку будущий маэстро взялся в 6 лет. Окончил музыкальную школу, затем Уральскую консерваторию. Дирижировал в Грозном, Ярославле, Астрахани. Стоял на одной сцене с великими Ростроповичем и Колобовым. Сегодня Михаил Щербаков уверен, дирижер – локомотив для оркестра и мессия для слушателя. Я сам вкладываю, конечно, всю свою душу в то, чтобы для людей любая симфония, которая им когда-то казалась, может быть, непонятной, какой-то скучной, вдруг для них открывалась такими гранями. Королевой гармонии и мелодии Щербаков считает российскую классику. Говорит, про Кофьева и Рахманинова, Шостаковича и Чайковского превзойти не удалось никому в мире. Чувствовать музыку, как нечто живое, материальное – вот высший пилотаж, уверен маэстро. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События.